Ну что ж, я снова с вами. Продолжаем эфир, как я и обещала. Как-то так просто быстро пролетело время. Я такая думаю, во, у меня есть полтора часа, даже два, и все. И раз мне просто звонят и говорят, ой, Катюша, давайте на съемочную площадку, у вас уже отводите. Ну ничего, мы с вами еще поговорим. Я сейчас посмотрю, сколько у меня там пишут ехать по времени. Вот. И чуть-чуть пообщаемся с вами еще. Поэтому задавайте ваши вопросы. Тема отношений сегодня такая прям пикантная. Поэтому обожульки. Я вас тоже обожульки. Здрасте, здрасте, здрасте. Катя, привет, 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 привет. Димуля, я тебя люблю. Ой, это кто-то Димуля, посмотрите. Вот кто-то вас любит. Катя, это прекрасно. Спасибо вам большое. Мне безумно приятно. Когда выйдет сериал Крюк. Слушайте, ну, вообще у нас съемки до 12 ноября. Вот. И вот до 12 ноября мы эту всю историю будем снимать. Дальше, конечно же, по старинке все у нас звучание. Вот. После этого у нас будет, наверное, какой-нибудь там монтаж, все такое. Ну вот. И дальше, я думаю, что будут уже как-то плюс-минус об этом говорить, когда это все будет выходить на платформе Мегуго. Здравствуйте. Я к вам, да, наверное? Да, земляной вал. Супер. Все. Я снова с вами. Вот. Очень красивое. Спасибо. Так, какие вы скучаете? Конечно, скучаю. Видите, у нас связь в космос. Ну, как бы я просто марсианка Екатерина. Так. Как справляйтесь со стрессом? Слушайте, это как все. Если мне плохо, я плачу. Если мне плохо, я могу выпить вина. Могу сесть на балкон, выкурить сигарету. То есть, ну, как бы, ребят, я ничем не отличаюсь от вас. Сейчас я такой же простой человек, и у меня, как и у всех, бывают сложности, когда опускаются руки, когда не хочется ничего, когда там больно, неприятно, обидно. Ну, как бы, просто не нужно этому чувству препятствовать. Если вам реально плохо, значит, вам нужно выплакать. Если вам надо выплакать месяц, месяц. Если вам надо три месяца, три месяца. Просто вы тем самым очищаетесь, тем самым становитесь сильнее и мудрее, я не знаю. И вам становится все равно в какой-то момент легче, потому что всегда плохо же быть не может. В какой-то момент наступит период, когда ты проснешься утром, подумаешь, боже, какое солнце, как хорошо, мне так хорошо, я так счастлива. Вот и все. Просто это надо пройти, это надо пережить. Вы были во Львове? Была. Один раз, и очень хочу туда еще снова вернуться. Мне там очень нравится, во Львове. Обожаю тебя. Спасибо, мне очень приятно. Привет, привет, привет. Слишком мало годиков для жизненных советов. Так, а я никаких советов вам не даю. Послушайте, мы с вами находимся просто в диалоге, я высказываю всего лишь свою позицию, я ни в коем случае не раздаю вам никаких советов. Можете отключиться. Вот. Так, привет из Питера, Катюш. Спасибо, Питер, это моя любовь на всю жизнь. Всегда хочу туда возвращаться, и вот сейчас бы, если была возможность, бы я вот сейчас бы сразу бы поехала на Ленинградский вокзал, села бы в Сапсан и поехала бы в Питер. Как говорится, в любой, как говорю я, в любой непонятной ситуации, либо ложись спать, либо ездить в Питер. Афоризм от Екатерины. Но, если что, мне очень мало годиков, чтобы раздавать вам здесь какие-либо советы, тут мне кое-кто сказал бы. А, Катя, была любовь невзаимная, как пережить? Ой, ну как сказать, ну она подростковая была, наверное, такая. Да, я, по-моему, даже писала, я была там влюблена в одного футболиста, папа тренировал его. И, а папа у меня достаточно таких серьезных, радикальных позиций в плане тренерства. Он не сюсюкается, он там ничего нет, он очень достаточно такой, ну как, я не мог сказать, что он агрессивный, но он очень требовательный. И поэтому, конечно же, я удивлялась, а что действительно, он ко мне не хотелось подходить, знакомиться, он просто боялся моего отца, как огня, потому что он был главный тренинг, поэтому да. Но все равно это была не то, чтобы такая прям невзаимная любовь, я, естественно, себе вены не резала, там такого ничего не было. Но я сейчас просто почему там долго отвечаю, потому что пытаюсь подумать, как у меня это было в более осознанном возрасте, в таком взрослом. Это крайне неприятно, и опять же, тут как бы тоже никаких советов давать невозможно, потому что тут как бы просто нужно себя, пускай это звучит банально, но убедить и дать себе объяснить очень важную как бы теорию того, что для чего-то вам эта невзаимная любовь дана, я её понимаю как, чтобы потом по достоинству оценить человека, который тебе пошлёт Вселенная. Потому что очень известный же факт, что когда там ты находишься в каких-то сложных, токсичных отношениях, это всё очень муторно и энергозатратно, а потом ты встречаешь там своего человека, влюбляешься, там звонишь подружку и говоришь, блин, прикинь, оказывается должно быть вот так, оказывается вот так, вот так. Поэтому все вот эти вот невзаимные чувства, они даются исключительно для того, чтобы вы потом как бы смогли по достоинству оценить своего любимого человека. Вот как-то так я считаю. А по поводу переживаний, ну я считаю, что надо плакать. И правда, если хочется плакать, если прям вот на взрыв, не выбирать путь идти в бар, напиваться там с друзьями, да, ну и это тоже, если вам это поможет. А просто закрыться дома и посидеть дома какой-то там определённый период времени, сколько надо, выплакать все слёзы, потом пожалеть себя как следует. Ой, еждание девятное, ну как это у всех у меня так же. А потом просто взять себя в руки и сказать, так, я пошла в спорт, я пошла туда, я пошла сюда, я пошла на работу. Поэтому так, мне кажется так, настоящее, душевное, я просто торчу. Это комплимент, я надеюсь. Знахарь 2 будет, но будет, вот сейчас снимается как раз вторая часть. В каких максимальных проектах вы снимались одновременно? Насколько сложно? Одновременно у меня было максимум 3 проекта. Ну, конечно же, это не просто, это очень тяжело. Особенно у меня было 3 проекта в трёх разных городах. У меня съёмки были в Праге, в Питере, в Батуми. Вот у меня там 4 даже, я сказала, сейчас проекта. Вот, это тяжело. Потом как-то у меня были съёмки, я снималась в Питере, в Минске, в Киеве. 3 проекта было параллельно. Но нет, здесь как бы на самом деле, я не могу сказать, что я там плёвывала лёгкие. Но понятно, что психологически это тяжело. Но тут просто главное после съёмок не это, не, скажем так, не идти тусоваться куда-то, а приходить номер и спать. Ну, как бы я вот так, такой теорией придерживаюсь. Но опять же, если у вас хватает силы, то вы можете и дальше там тусоваться, гулять. Просто я там стараюсь как-то беречь себя. Комфортно было работать с Баттерем? Да, хорошо. А у меня мало с кем некомфортно работается, потому что я этот, такой человек компанейский, дипломатичный. Я всегда постараюсь помочь, подсказать. Вот, и поэтому у меня со всеми плюс-минус хорошие всегда отношения. Тут девушка мне вопрос написала, мне личное сообщение. Как оставаться женской дырой? Если, например, наверное, вы чувствуете, что как-то это, ну, не то, что угасает, а как-то, ну, не знаю, как это это. Опять же, тоже, как это в каком контексте. Если вы имеете то, с точки зрения того, что вы там разошли с парнем, и вы перестали за собой ухаживать и чувствовать себя женщиной, это одно. А если вы просто, например, там, ни с того ни с сего перестали, там, носить платья, колготки, там, туфли, не знаю. Мне кажется, что нужно, ну, как бы все нужно делать, тоже вот такой вот момент. Я, поскольку себя помню, у меня мама все время говорила, платьицы, буфельки, там, туда-сюда, надо все время, чтобы было как-то девочка, девочка. И потом в какой-то период времени поняла, что да, на какой черт мне эти каблуки, мне вообще не по кайфу на них вообще наступать и ходить. Ну, безусловно, есть там какие-то определенные, там, мероприятия, когда нужно, там, надеть высокий каблучок, там, штыльку, все дела. Я помню, что я не препятствовала самой себе. Я в какой-то момент, когда я только переехала в Москву, я понимала, что тут, как бы, тотального контроля нет. Да, блин, я в пижаме вообще ходила в магазин, я просто надевала пижаму с мишками, сверху дутик и шла в магазин. И для меня это было просто верх степени свободы, я это обожала. Поэтому, если, как бы, ну, при этом, понятно, что у меня всегда было опрятное лицо и опрятная голова, то есть, там, да, то есть, как бы, просто такое было некое проявление хулиганства. А вам я могу посоветовать по поводу женственности. Слушайте, ну, посмотрите старые фильмы, не знаю, там, Одри Хэбберн, там, фильмы с Моникой Белучи. Просто ты смотришь эти все, ну, фильмы, там, каждому свое. Просто кто-то любит современные, там, да, фильмы, кто-то любит, я просто люблю разного рода и художественные фильмы, документальные. И просто это такая некая эстетика, когда ты на это смотришь и понимаешь, что, блин, у меня же, оказывается, тоже есть юбка-карандаш. Пойду-ка я примерю, достану в шкафу и надену. Надо просто смотреть красивые вещи. Надо смотреть красивое кино, слушать какое-то женственное. Ну, не то, что женственное, ну, как бы, опять же, не знаю, для кого-то джаз это сексуально, сексуальная музыка, для кого-то, там, другое направление в музыке считается, что это такое сексуальный. Я, например, очень люблю шаде. Я считаю, что это сплошной секс во всем, ну, как бы, во внешности, в музыке, в подаче, во всем. Послушайте шаде. И вам женственное сто процентов вернется. Так, согласна. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Какие отношения? Боюсь выходить на улицу, так как не нравлюсь себе. Мне не нравится моя внешность. Пытаюсь заниматься спортом, но сгорает мотивация. Кажется, что ничего не меняется, и у меня уже не получится никак стать красивее. Ой, что я могу сказать? Ну, во-первых, по принципу, если долго мучиться, что-нибудь получится, мне кажется, что в любом случае опускать руки ни в коем случае не стоит. А знаете, вот еще такая вот тема есть, я могу тоже сказать. Когда, например, ты, например, себе ставишь, там, цель, образно, там, или похудеть, или, не знаю, там, пить три литра воды, чтобы кожа была увлажненная, я не знаю, или там еще что-то, еще что-то. И в какой-то момент, ну, понятно, что мы все живые люди, в какой-то момент нас это все достает, и ты думаешь, блин, да я не хочу, там, вот это, вот это, вот это. Иногда очень важно отпустить ситуацию. Ну, блин, вот иногда очень важно отпустить ситуацию. Вот банальный пример, вот у меня, да, я поехала на Шеланку, я заработала эти гребаные пигментные пятна на лице. Вы не представляете, что со мной было. Меня успокаивали все. Ну, как бы там, мне мама говорила, типа, да прими ты это уже. Я говорю, да нет, я как жираф, я как динозавр. Вот у меня вот здесь чуть-чуть были, там, вот здесь, там, все. Я не могла жить, у меня было ощущение, что я грязная, что я вонючая. Мне казалось, что я никогда не смогу построить то же отношение. Мне казалось, что это все первым делом смотрят на меня и видят эти пигментные пятна. И я помню, что мне кто-то сказал такую фразу, ага, да, с кем-то я болтала на съемках. И парень мне говорит, у нас была девочка, говорит, в классе, у которой была такое, прям, ну, постакне или как там, проблемная очень кожа. Ну, прям проблемная, ужасная. И она из-за этого очень сильно, естественно, там переживала, комплексовала. Да, это вот здесь мне, да, надо быть? А я не знаю. Я просто здесь первый раз. Сейчас, извините. Слушайте, а может быть, а можно как-то объехать? Да, есть. А может быть, все-таки в объезд, там просто вот должна быть киносъемочная группа. Мне кажется, что мы как раз, если сейчас объедем, и оно там все. Вот, и, короче говоря, у нее было это проблемное лицо очень сильно. И как бы она настолько привлекала своим, не, как скажем так, не желаемым себя принимать, что как бы действительно люди как-то, ну, там, одноклассники на нее не реагировали. И потом он мне говорит, мальчик этот, говорит, и в какой-то, я помню, момент, я помню, это были майские праздники, что-то мы как-то там суетились, ходили-продили. Вот. И она перестала, кирпичи вижу, да-да-да. И она в какой-то момент просто приняла себя такое со своими прыщами, со своими этими всеми вещами. И он мне говорит, и ты знаешь, говорит, я на нее посмотрела другими глазами, потому что она была такой позитивной. Перед всем тем, что у нее там были какие-то сложности, она была безумно открытой, позитивной. И она все это настолько смогла направить в другое русло, что все перестали замечать ее, эти прыщи, грубо говоря. Ну, то есть, вот банальное такое сравнение, дурацкое, возможно, даже вообще скажете Кате, ну, как бы там это. Поэтому я вам просто советую отпустить ситуацию и просто жить здесь и сейчас. Если вам хочется есть, ешьте. Если вы не хотите есть, не есть, не едите. Просто не зацикливаться, потому что каждый раз, когда мы зацикливаемся, то же самое, как на первом свидании. И я хочу показать ему, что я самая классная, что у меня все супер, что я вообще самая живая, у меня самые красивые глаза, у меня самые красивые ноги. Как только ты начинаешь вот в это все играться, ты выглядишь максимально глупо, нелепо и как-то вообще никак. Да? Ой, да, мы приехали. А как только ты ведешь себя естественно, у тебя все супер. Так, все, я вам ничего не должна, да? Да. Все, спасибо, я пошла. Спасибо, что-то. Вот, поэтому нужно уметь это все отпускать и просто не зацикливаться, как говорится. Какие процедуры для... Здрасте, здрасте. Я иду на съемочную площадку. Масочка ваша где? А вы часто снимаете? Да. Мы знаем, да. Ну, есть момент, момент есть. Масочку брала. Вот она. Обязательно. Все серьезно. О, боже, здравствуйте. Вот. Ребята, так что, какие процедуры? Так, это я уже ответила. Здравствуйте. У меня почему-то сообщение западает. Я не знаю почему. Румяная. Румяная, да. Люблю румяная. Какая ты класс. Спасибо. Расскажите про ваше питание. Ребята, про питание я же вам говорю. Я обязательно вам расскажу, но в каком-нибудь другом прямом эфире, потому что не хочется сумбурности, чтобы вся эта сумбурность присутствовала. Так, ну что, друзья. Кузнецова, ты супер. Спасибо. Красотка, красотка, привет. И какой-то ты водитель, кто вас сейчас везет, наверное, обалдевает. Да? Мне думают, что он уже привык. Привет. Привет. Что, я буду, наверное, с вами прощаться, потому что я уже прибыла на съемочную площадку. И сейчас вот я просто никого не вижу. Все, наверное, в кадре. Но, тем не менее, я хочу вас поблагодарить за прямой эфир, за наше общение. Простите, что, возможно, не успела кому-то уделить должного внимания. Возможно, как-то там, да, какие-то темы более подробно раскрыть. Я сохраню этот эфир тоже, чтобы он у вас имелся в базе, как говорится. И, возможно, какие-нибудь мои истории, рассказы будут вам полезны. Повторюсь, 40-40 часа, одно и то же говорю. Ну, в общем, я желаю вам хорошего вечера, отличного настроения. Вот. Погода потрясающая. Бегите гулять, любите друг друга, цените друг друга. Принимайте друг друга такими, какие вы есть. И такое, может быть, глупое выражение, но не ищите в одном месте некое. Его там нет, как говорится. Вот. Все, целую вас, обнимаю, желаю всего-всего самого-самого наилучшего. Не, тут уже просто уже... Я иду.